Дело в том, что то, что вы видели в самом начале, это съемки боевого братства под Порожское отделение Ленинградской области. Это на видео все мои друзья, я их отлично знаю. Савкин Сергей Павлович, который председатель боевого братства под Порожского отделения, его друзья. Некоторых из них даже уже нет в живых, но вот ролик остался. Он настолько теплый, потому что песню исполнил мой друг Андреев Вадимович Боля Афгана, он ее и написал. Следующий ролик хочу вам показать про моего земляка Евгений Хаматов, это боец 6-й рот из 104-го полка. Вы, наверное, знаете, что в Оргунском ущене погибло 84 человека. И, в общем, мало кто остался в живых. И в это число вошел мой земляк Женя Хаматов. Моя сестра с ним училась. Это замечательный человек. Он был спортсмен практически по всем видам спорта. Он играл в КВН. В общем, когда его очень сложилась судьба, мы, я помню, я в пятом классе учился, и мы смотрели новости. И смотрели новости, и в надежде не увидеть там эту фамилию, но все-таки. Я помню, да, сам лично в новостях увидел фамилию внизу, что Женя погиб. И потом с моим культработником, техникумом и школой, в которой я учился, Елена Германова-Клевенкова, мы с ней начали сотрудничать. И я начал цифровывать видеоматериалы. И очень много поражений материалов отцифровал. Но на самом деле про него, наверное, это отдельная история должна быть. Потому что много про него можно рассказать. А сейчас вот в 20-м году каждому бойцу 6-й роты в городе установили бюст по поручению президента. Ну, в общем, как это было. А потом мы с Артемом Устюжаниным споем песню «Шестая рота», которую тоже написал мой друг Андрей Фавеев. Послушайте. Сейчас в России практически всем десантникам 6-й роты, погибшим в Чечне, установлены бюсты. Отлитые в бронзе в разных уголках страны, они до сих пор служат России. Евгений Хаматов один из них. Парень с яркой, но очень короткой биографией. Навсегда останется в сердцах подпорожцы. Евгения всегда нас охраняет и защищает. Я это чувствую. Значит, я сейчас отключу звук, и вы увидите реконструкцию боя 6-й роты. Это снимали в 2020-м году под, в общем, сосновым баром. А мы пока с Артемом попробуем спеть такую сложную пемь. Я просто не могу спокойно, у меня все внутри переворачивается сейчас. Простите меня за волнение. В общем, Артем, выходи. Да, сейчас. Готов? Я расскажу вам с голубого неба. Я тот, кто умер в первый день весны. Кавказ, Аргунское ущелье. Я расскажу, как дрались наши пацаны. На трусах вернулся, что давно я хотел проверить. И свел с врагом за этим гребнем высоты. На одного десантника по 30 духов. Эх, не пропустим смерть. Давай-ка мы на ты. И на неравный бой дрожали горы. И на неравный бой дрожали горы. Осталось нам всего, что пальцев на руке. По рации от... От приказ последней артиллерия. Огонь по высоте... Псковский десант 6-я рота Навсегда осталась в первом дне весны. Псковский десант 6-я рота Домой не возвратились пацаны. Не возвратились пацаны. Не возвратились пацаны. Ах, как же поздно. Плачь нам помощь. Когда все наши души досеряли рай. Ну что ты, Россию, мы не посрамили. И ты, Россия, нас не забывали. Мы не дожили и не долюбили. Не сдав отцами, нас всегда ушли. Видимо, мы так рано посидели. Но мы иначе, мы иначе не могли. Псковский десант 6-я рота Нам всегда осталась в первом дне весны. Псковский десант 6-я рота Домой не возвратились пацаны. Не возвратились пацаны. Не возвратились пацаны. Памяти плавших в боевых действиях в Афганистане и Чеченской Республике объявляются минутой молчания. Прохожий, ты идешь, нарежешь, как и я. Присядь же отдохнуть на камень у меня. Возьми гулиночку и вспомни обо мне. Я дома в гостях. Подумай о себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова